Ах, черт, мы снова идем. Глава вторая. Босс и секретарь тоже пройдены. Есть все это, все хранится в специальном плейлисте, который доступен по ссылке под роликом. Сегодня глава номер три. Интерэйшел дейтинг. Это, я так понимаю, межрасовое свидание. Давайте нажмем. Как поступают китайцы, родившиеся в Британии? Они соблазняют красивых брюнеток. Все, что хочет пьяный Ричард, это попробовать помочь этому процессу. Цель свидания, огнище. Будем помогать нашему другу походу какому-то. Замечательно. Если будет без субтитров, я... Я китайца вообще не пойму. Говорят о еде какой-то. Хорошо, ты можешь говорить немного по-китайски. Слушай, давай закажем что-нибудь. Мы будем сок, ананасовый сок. Вы готовы заказать? Да. Как насчет... Водка и ананасовый сок и апельсиновый сок, короче. Когда я выпью, у меня язык развязывается, я смогу нормально общаться и помогать. Так, какие рекомендации? Жареный рис. Чо фан. А, его он обучает его китайскому, я понял. Ча шао джоу. Это жареный рис с свининой. С свининой. Так, это что-то... Боже, я не понимаю вообще, какие-то блинчики с огурцами. Это вот это. А вот это это голоден, в общем. Сложный язык, вот почему мне нужна водка, мужик. Так, спустя пять шотов водки. Сложно учить тебя китайцам, когда ты просто пьешь всю водку в баре. Хаббл, хабб... Да, да. Это достаточно. Это хорошо? Ха-ха-ха... Зо-зо-зо. Зо-зо-зо. Я пую, пожалуйста. Ха-ха-ха. Зо-зо. что что они что-то говорят на своем и походу ричард говорит иди подкать и подка давай давай подкать и подкать и дружище давай иди ричарда давай сфокусируемся на китайском западным девушка мне нравится азиаты в любом случае сейчас понравится а ну слышишь джеки чан успокойся все хорошо будет сейчас мы сделаем так что все всем понравится главное чтобы тебе девушка понравилась тогда ричард тебе поможет так варианты большинство азиатских парней думают об одном и том же и не хотят подходить поэтому у тебя есть у тебя есть лучший выбор это правда не типа доставать не давайте так майкл слушай азиатские мужики не подходят за важным девушкам но это твой шанс иди давай давай я прав я всегда прав даже когда я не прав я прав давай давай иди круто это правильный выбор и для этого уровня не помог джей титран из какой-то чувак азиатский куч и он говорит что часто азиатские парни боятся по у них это проблема не боятся подходить к западным женщинам и они вообще этого не делают ты это и заставляешь мне брату ладно я пойду поговори с ней но что я скажу дай мне какие-то советы щас 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 на совет ричард давай насоветуй она просто такая щас 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 мужики чем водки мне я щас я насоветую у сука ты будешь просто демоном гуру свиданий так варианты а сказать ему что западные девушки отстой и что им нужны азиатские парни только из-за денег второй вариант б скажи им быть просто самим собой вариант c сказать ему быть экспрессивным потому что западные женщины думают что азиатские парни такие без эмоциональные с покерфейсом и вообще вариант d сказать ему быть немного сексуальным потому что зачастую азиатские парни не особо сексуальны так так ну супер экспрессивно давайте пробуем экспрессивно мне кажется это будет какой-то зашкварный вариант но надо посмотреть майкл а слушай западные девочки в которой вот как это они думают что азиатские парни безэмоциональные тебе нужно быть более экспрессивным как как я улыбаться понял до эмоциональным окей хорошо это один из стереотипов что у которых за которые присутствуют у западных женщин есть позитивные негативные стереотипы но быть более эмоциональным это хороший способ преодолеть этот стереотип хорошо рич я пошел я поговорю с ней спасибо за совет мужик давай давай дзаньянг сейчас справимся так вариант а be indirect and does так спросить ее мнение о том что стоит ли делать пирсинг вариант b сделайте комплимент прямой комплимент вариант c зайти с какой-то сексуальной фразой сексуального характера вариант d снять избавиться от своих штанов прикрыть свой член полотенцем или кашин это занавеска вернее и потом показать его прям перед ней вариант е ничего не говорить сесть рядом сесть напротив нее напротив ней за столом как будто она ждала вас и романтическая серенада для нее в стиле маленькой оперы давайте начнем серенады мы уже играем за дзаньянга давай на итальянском слышь не смей снимать тварь это волна видос для ютуба снимает напишет потом азиаты поют в ресторане красиво поют слушайте хорош это было круто это было очень хорошо спасибо спасибо это круто если ты хороший певец потому что если ты плохой певец это будет очень плохо но это практически хорошо если ты хороший певец тогда ты можешь использовать это как свое преимущество я неплохой певец пол твой сцена твоя меня зовут майкл как тебя зовут я анна познакомься что ты делаешь одна я жду друга хорошо ты не против нас ставлю компанию пока она будет через пять минут я уйду как только она придет хорошо спасибо этот чувак твой студент да чему ты его обучаешь водки обучаю его правильно пить вот ричарду хорошо ричарда такой да да это мой дзаньянка вот и больше красавец так dating skills это самое секреты и скиллы по поводу свиданий шутка вариант б погоди минуту а ты ждешь мужчину китайский правда античные сексуальные техники за обязан это выбрать я эксперта во многих вещах и мой друг он тут проходит сложный период я обучаю античным сексуальным техникам античные китайские сексуальные техники окей хорошо они работают очень хорошо я просто не очень верю тебе извини я тебе не верю я могу доказать от тебя нет нет спасибо просто уходи извини может просто мне даже не придется трогать извини на и на это блин у китайца очень крутой английский ну ладно что происходит чувак кринж вот что произошло знаешь какие-нибудь античные сексуальные техники нет античные египетские нет а римские нет греческие мы пойдем по всей истории до вавилонские северные так китайский давайте скажем я изучаю я обучаю ему китайским да я конечно вырос в великобритании у меня не очень хороший китайский идеальный но тем не менее мы хорошие друзья я обучаю его это фантастически это очень круто откуда ты знаешь китайский если ты вырос в великобритании а мои родители из китая я родился в великобритании и я вырос и разговаривал с ним и когда я был ребенком китайский был лучше чем мой китайский был лучше чем мой мой английский поэтому твой первый язык да да круто оба твои родители китайцы да да это был в китае да очень давно когда я был молод а ты нет нет никогда хотела дать я стоит если ты там не была это правильный ответ в этом случае ты можешь пошутить но это очень грустно если ты обучаешь китайскому ты не часто встречаешь людей встречаешь людей которые обучают китайскому ты говоришь на китайском нихао это вроде как привет но это неплохо я организовываю мероприятия в основном музыкальные мероприятия я ищу группы артистов и потом объединяю их это да да мне это очень нравится еще я хочу делать свадьбы организовывать их звучит значит кто этот и очень у тебя очень креативная часть нельзя тебя работает музыкой erg нашим Pos muita нравится да да блеск она меня нравится очень нравится создавать креативные вещи и да мне нравится работать направлене и я люблю работать с людьми и организовывать их организовать вечеринки и прочие штуки до едва да до а тебе нравится мероприятия? Да, типа музыкальные мероприятия, конечно. Я типа про то, что китайский звучит очень круто. Ты можешь научить меня чему-нибудь на китайском? Так, что мы будем говорить ей, чему мы будем обучать эту кисуню? Сказать ей, научить ее говорить I like you, собственно, ты мне нравишься. Научить ее некоторым ругательством. Сказать, что ты это сделаешь, но ты хочешь что-нибудь взамен. Сказать, что ты очень хорни, у тебя есть видимо рог и пожалуйста помоги мне. А, I'm horny, please help me. Это научить ее говорить, что я рогатая, помоги мне, но заставить думать, что, заставить ее думать, что она говорит, что мне нравятся коты. Научить ее представляться. Давайте так. Окей, я думаю, ты угадаешь, что это означает. What's up, Anna. What's up, Anna. What's up, Anna, это типа меня зовут Анна, походу. What's up, Anna. That's right. Меня зовут Анна. What's up, Michael? Это означает мое имя, это... А, окей. А, окей. Круто, хорошо. Интересно. Ну, спасибо тебе. Не проблема. Не проблема. А что это значит? Это вот, что он сказал, он спрашивает имя. Это немного скучно в данном случае. Да, я согласна. Я со мной встречался. Ну, да, это немного скучно, немного пресно. Да, то есть, если ты говоришь даже на другом языке, у тебя должны быть какие-то крутые фразы, которыми ты можешь научить, и у тебя могут случиться такие моменты, которые ты можешь использовать, вместо того, чтобы научить, как говорить, как тебя зовут. А ты можешь научить меня чему-нибудь? Ты говоришь на каких-то других языках? Нет, я нет. Нет? Да, на самом деле, да. Никогда не учил другой язык? Когда я была в школе, я учил немного французский, но он очень плохо у меня, я не буду обучать тебя ему. Это будет грубостью. А ты говоришь на других языках? Я говорю немного на русском. О, круто. Скажешь что-нибудь на русском? Немного на итальянском. Он тебе спел уже на итальянском? Вафанкуло. Вафанкуло это да, это пошел на. Русский, итальянский, китайский и английский. Да. Четыре, это круто. Это круто. Ну, Вафанкуло я знаю, еще я знаю Пикколо Стронцо, тоже ругательство. О чем поговорить? О путешествиях, о фортнайте, о сексуальных позах, о Дональде Трампе. Мы выберем все эти варианты, потому что правильный вариант будет о путешествии, но мы начнем с фортнайта. А ты играешь в видеоигры? Не особо, нет. Я не особо большая фанатка. А мне нравится. Я играю вот в одну, называется фортнайт. Я думаю, тебе стоит попробовать. Ты играешь в группе людей по сети, тебе нужно построить замок, а потом тебе нужно зомби держать подальше. А, зомби, да, да, это круто. У тебя есть пушки и прочее. Это очень круто. Тебе нравятся зомби? Я люблю убивать их. А, окей, это крутая игра. Я не особо разбираюсь в играх, но звучит, звучит круто. Ты убиваешь зомби с пушками, да? С помощью пушек. А что-нибудь еще ты делаешь в игре? Ты строишь замок? Замок, типа база. Зачем ты его строишь? Просто материалы валяются по уровню и прочее, камни, деревяшки, коробки и прочее. Это одна из самых популярных игр прямо сейчас. Даже тот, кто говорит, что не любит видеоигры, думаю, найдет что-нибудь в ней. Так вот, Майкл говорит тут про фортнайт, очень-очень популярной игре. Что ты думаешь о том, чтобы говорить о компьютерах игры? Я думаю, если она находит общую тему и ей тоже нравятся компьютерные игры, тогда неплохо говорить об этом, но если нет, то... Ты играл в фортнайт? Нет. А в PUBG? Call of Duty? Да. Я все еще крутая, говорит. А, мы не выбрали другие варианты, жаль. А подруга, друг, который приходит, а девушка? Ты встречал когда-нибудь с азиатским парнем? Вообще-то нет. Давай, братан, мы сейчас за всю азиатскую расу, мы с тобой ответственны. Мы представляем сейчас в лице, собственно, Майкла перед западными женщинами. Всю азиатскую расу мы не должны обосраться. Поэтому, варианты какие есть. Незамедлительно сказать ей, что она российская, и заставить чувствовать ее свою вину, сказать ей, что ей нужно попробовать, азиаты, круты, сказать ей, что азиатские парни думают, что западные женщины не настолько женственны или не настолько леди. Давайте так. Ты никогда не встречалась с азиатом? Ты очень... Ты многое потеряла. Знаешь, как многие говорят, когда ты азиат, это очень круто. Я не знала этого. Да что ты такая пресная? Ты только что сам это придумал? Нет. Нет. Это известное выражение. А. Ой, ну какая-то пресная баба, мне она не нравится. Это очень странно. Она никогда не слышала такой фразы. Once you go asian, you'll know it's amazing. Знаешь это? Ты слышала? Нет, я тоже не слышала. Я думаю, это вряд ли стоит говорить. Я поняла, не нужно быть инжененом, чтобы понять. Да, я поняла, поняла, поняла. Но это такое себе как-то странное очень звучит. Какие вещи тебе нравятся? Мне нравятся... Если мне было субтитров, я бы слышал «кокейна», тут «кукинг». Мне нравится готовить. И еще мне нравится философия, да? Нет. Ой, сейчас ты азиат про философию расскажет. Там сейчас Сунь Цзы, искусство войны. Там сейчас Дао с своими теориями добра и зла. Ой, сейчас пиздец тебе будет. Так, продемонстрировать ценность и поговорить о буддизме. Продемонстрировать ценность и поговорить о секрете. В секрете, в секрете, окей. Сказать ей, что это гибкая наука, не то что физика. И, короче, это не особо важная хрень. Давайте про секрет. Буддизм, про буддизм многие еще что-то слышали, а что такое секрет, даже я не знаю. О, если ты шаришь философией, ты должна знать о фильме «Секрет». Слышал о нем? Да, я слышал о нем. Концепт очень крутой, правда же? Ну, типа, если ты думаешь, что об этом очень долго, а это просто появится перед тобой. Да. Это умопомощающе. Я не особо... Мне не очень нравится секрет. Это очень материалистическая история. Мам, ты можешь это делать взаимоотношениями. Ты можешь подумать о взаимоотношениях с твоими родителями, чтобы они стали лучше. Да, это неплохо. Да, да. Тебе не нужно это использовать в корыстных целях. Это правда. Ой, ты даже не поняла, что так можно. Секрет. Я ненавижу секрет. А тебе нравится? Почему ты не видишь секрет? Я думаю, что если я ненавижу его, он будет разрушен, потому что, думая о том, что что-то происходит, это происходит. А если это не... А если это не сработает, значит, секрет — это хрень. Короче, какой-то фильм-секрет, который я не смотрел. Если кто-то смотрел фильм-секрет, напишите, про что он. Вкратце, в двух фразах. Я могу делать уши из... Уши кролика. Привет, привет, Мэри. Как дела? Я хорошо, а ты как? Это Майкл. О-о-о-о-о, Ричард, Ричард, Ричард подъехал. Ричард подъехал. Пойти помочь ему. Go back to sleep. Иди дальше спи. Попробовать украсть девушку твоего друга. Throw up on the table. Что это такое? А-а-а! Мы сейчас за Ричарда выбираем. Throw up — это вырвать на стол. Не, мы пойдем помогать. Мы же Ричард. Я показывала Майклу мой трюк. Ниха. Ниха. Привет. Как вас зовут? О-о-о. Лича. Я не понимаю. Рад вас встретить. Красивая. Красавица. Я не понимаю. Мужик. Она даже не выглядит по-китайски. Она не китаянка. О, не проблема. Он такой странный. Очень странный. Извини, извини. Да, да, он немного выпил. Он выпил пять водок. Первый раз, да? Да, думаю, да. Красиво — это хороший вариант, конечно же. Ему нужна какая-то помощь. Когда друзья подходят, и они хотят тоже подойти и поговорить. И тебе нужен помощник. Даже в такой ситуации друг может сыграть тебя на руку. Интересный трюк с салфеткой. Да, хороший-хороший. Она умеет такое делать. Это политический трюк. Это политический трюк. Что это? 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 О, господи. Он такой милый. Он такой милый. Все. У Ричарда очень легко получилось. Буквально одной китайской песней завоевал сердце девчон. Пока-пока. Да, вот почему я выбрал помочь, чтобы разделить девочек. Чтобы разделить. Моему другу нравится танцевать и петь, когда он выпивает. Он часто тебя опозорит таким способом? Да. А ты танцуешь? Ну да, иногда. Я умею танцевать. Да, мне это очень нравится. Ты не очень рада, да, что я подошел и поговорил с тобой? Нет, я рада, я рада. Мне понравилось с тобой болтать. Это было очень мило. Может, мы могли бы быть друзьями вообще-то? Это было бы круто. Друзьями, значит? Друзьями, да? То есть, я тут свою азиатскую натуру перед тобой раскрыл. Все секреты Азии почти раскрыл. Секрет фильма-секрет раскрыл. А ты? Фу. Фу такой быть. Нехорошо. Так, что мы скажем? Да, круто звучит. Классно. Я не заинтересован в том, чтобы быть друзьями с тобой. У меня и так очень много друзей. Друзья по сексу, может быть. Спросить ее, что она обычно делает со своими друзьями. Встать и попробовать что-то с ней намутить. Умолять ее, не зафрендзонить тебя, сказать, что когда тебя френдзонили, что тебя и так френдзонили очень много. Давайте так. А ты делаешь это с друзьями? А, вот так? Нет, нет, я такое не делаю с друзьями. Отойди от меня. Отойди от меня. Хорошо. Что ты тут делаешь? После этого все кончено. Все, уходи. Я не знаю, что ты тут делаешь, сидя напротив меня. Уходи, уходи. Такое противное, господи. Странный ты друг. Перестань со мной говорить и уходи. Так, слышь, не приказывай мне, что делать. Я там сок не допил еще. О, вот это было лишнее. Странный, странный человек. Зато у Ричарда все заебис. Да, это немного рановато. Да, не стоит брать и попробовать ее поцеловать. Прямо вот так сразу. Это неприемлемо. Ну, давайте тогда... Вот так попробуем. Знаешь, я не очень заинтересован, чтобы у меня... В друзьях у меня и так их очень много. Я ищу чего-нибудь больше, больше, чем дружба. Это хорошо, потому что это немного сексуально и флиртуешь, и ты флиртуешь как бы с этим. Ну, и это показывает, почему ты там. Ты там не потому, что ты хочешь просто так подружиться. Да, и ты уверен, и ты начинаешь с того, что тебе нужно, поэтому это хороший вариант. А чем ты занимаешься в этом случае? Ну, когда я не обучаю китайскому, я работаю в качестве ученого. Какая наука? Теория хаоса. В контексте биологии это комбинация математики и биологии. Это не звучит интересно. Тебе нравится это интересно? Тебе кажется, это интересно? Слышишь, блин, могла бы и поддержать, сказать, круто, ученый, теорией хаоса занимается. Это не звучит интересно. Мне вот нравится организовывать концерты. Я, типа, ничего против организации концертов не говорю. Это тоже, это хорошее занятие. Но, блин, чувак ученый. Слышь, фригидная ты баба. С самого начала она мне не понравилась. У, какая. И Fortnite ей не нравится. И игры. Ладно, мне тоже Fortnite не нравится. Но это не делает. Я же не говорю направо и налево, что Fortnite говно. Хоть она говно. Поддержи человека в его интересах. Согласиться с ней. Нет. Сказать, что она скучная, пиздец. Показать ей, насколько... Show her how... Показать ей, как это интересно, и дотронуться до нее. Это звучит скучно. Не-не-не. Давайте я докажу это. Дай мне свою руку. Так вот. Я возьму немножко воды и положу ее на твой кулак. Куда она пойдет? Как ты думаешь, эта капелька? Она пойдет вниз, вот сюда. Первый раз, когда мы это сделаем, возможно, да. А в следующий раз, может, пойдет сюда, направо, налево, вниз. Сложно сказать, правда? Потому что это очень много хаоса здесь. Почему? Потому что то, куда капля польется, зависит от того, как ты положишь руку, от текстуры кожи. И тут очень много информации, которую можно исследовать. Это хаос. Окей. И это биология. А-а-а, интересно. Вот что ты изучаешь, да? Да, окей. И это про любую руку, ты можешь сказать, не только про мою? Да, конечно, не у всех же идеальные руки. А-а-а, окей, это круто. Я не услышал, что он сказал. Могу я забрать свою руку? Да-да, конечно, держи. Хе-хе-хе-хе. Все, Майкл, уходи, мы новую найдем. Это правильный вариант. Это смоделировано Джеффом Голблумом в парке юрского периода. Это доказывает то, что, неважно, о чем ты говоришь, когда ты это делаешь со страстью, эта страсть и есть эмоция, которая развивается, и это привлекательно. Я полностью согласен. Я полностью согласен, что ты можешь говорить о чем угодно, просто про абсолютную хрень, но если ты вдохновлен и испытываешь страсть к этому, то тогда это будет круто. А страсть от бенладна? Не-не-не-не. А что еще, помимо салата, что еще ты ешь? Я люблю разную еду. Я люблю курицу, курицу по-киевски? Что такое чикен киев? Чикен киев. Я знаю, котлета по-киевски, может, это имеется в виду? А тебе нравится брауни? Да, мне нравится. А ты умеешь печь? Нет. Окей, но я бы хотел узнать, как это. Может быть, встретить кого-то, кто знает, как выпекать что-то? А ты что готовишь? Я суши готовлю. Я люблю рыбу. Я тоже люблю суши. Да, да. Я люблю рыбу. Да. Да, рыба. Он такой, yes, fish. Fish. Рыба-меч одна из очень лучших, которые я пробовал. Это очень вкусно. Она довольно жирненькая, но очень мягкая. Я всегда думал, что она будет грубой. Она плотная, но с правильной стороны она очень вкусная. Из нее получаются хорошие стейки. Ты знаешь, какая большая, ведь рыба-меч. Ты делаешь стейки из нее, да? Да. Хорошая штука. Ты должна пробовать как-нибудь. Так. How will you find out whether she is single? Как ты узнаешь, одна ли девчуля? Так. As a single girl, как одинокая девушка, я удивлена. Я удивляюсь, что ты еще не используешь приложение по знакомству, чтобы встретить людей в реальной жизни. Так. Сказать ей, визуально показать ей, что бы ты сделал с ее пусси. Посмотреть. Не, сказать ей. Смотри, я очень занят, поэтому не хочу тратить свое время. Поэтому пошли перепихнемся. Насколько больши, велики мои шансы. И мои друзья собираются завести ребенка и думают насчет имен. Можешь помочь? Как насчет имени твоего бойфренда? Огонь просто. Слушай, у меня есть друзья, и они ждут мальчика. Я думаю насчет имени. Ты можешь помочь мне придумать имя? Как зовут твоего парня? А, у меня нет парня, я одна. Моего экса звали Альберт. Может быть, Альберт? Альберт? Да, неплохо, я напишу им. Еще мне всегда нравилось имя Мартин. А, окей, я посоветую им это тоже. Нет, это странно звучит. У меня глаза закатываются от этой фразы. Просто так не круто. Мне очень понравилось общаться с тобой. Но я взволнован насчет твоей подруги. Мой Ричард немножко сумасшедший. Я пойду спасу ее, и вы тут сможете посидеть и спокойно провести время. Но я думаю, нам нужно встретиться еще разок. Предложить ей встречу, чтобы поесть где-нибудь вдвоем. Предложить ей, чтобы вы пришли к ней домой и провели фэнг-шуй в ее спальне. Конечно, фэнг-шуй. Слушай, я на самом деле эксперт по фэнг-шуи, и это очень важно, чтобы заниматься фэнг-шуем прямо в спальне. Ты можешь пригласить меня, я могу показать тебе фэнг-шуй прямо в своей спальне, чтобы максимизировать поток энергии в всякой позиции, в правильном угле. Да, может быть, фэнг-шуй означает мокрый, означает воду. Значит, что мы должны, нужно убедиться, что твоя комната довольно мокрая. Ну, ну, с точки зрения фэнг-шуя, фэнг означает воздух. Тебе нужно... Это ты имеешь в виду? Мы можем это сделать. А после этого, что произойдет... А потом позиции на кровати. Да, звучит круто. Стой прямо здесь, я вернусь. Да, окей, хорошо. Мэри, Мэри. Мы будем делать фэнг-шуй вместе. Что? С твоей подругой. Я должен был проверить этот вариант. Я на самом деле думал, что это сработает. Да? Ты думал, что это сработает? Ну, фэнг-шуй, это очень крутая штука, правда? Чакры и вся эта хрень. Ну да, хрень, понятно. Потоки энергии. Все, хватит. Не ешь, не ешь. Ну, понятно, что вот это нужно было выбрать. Понятно же. Ты говорила, что тебе очень нравится курица по-киевски. Как насчет того, чтобы съесть как-нибудь такое за ужином? Он предложил ей встретиться в следующий раз один на один. Да, да, это хороший вариант, потому что сейчас она встречается с подругой, и было бы неплохо организовать встречу в другой в другой раз. Что? Нет никаких шансов для этого, но спасибо, что социал мне компанию. Нет, нет, извини, это не совсем то, что я хочу. Но все же так хорошо начиналось. Вы говорили уже так долго, вроде было все круто. Мне нужно закончить сал. Да, ну, пошла она в задницу. Жаль. Я не нравлюсь. Не, хочешь водки? Да. Да, давай. Спасибо. Вот. Да ну эту, блин. Все. Никто тебе не будет готовить ни рыбу-меч, ни... СОЧАЛИ ОКВАРД КОУЛ. Это правильная опция, и, знаешь, для этого уровня я получил какие-то хорошие предложения от JT. Просто фу. Странная бабца, которая не интересы другие не признает ни вообще. Пошла она в задницу просто. Не понравилась. С самого начала, с первого взгляда увидел, подумал, сучка какая-то. Сучка. Не нужна она нашему Майклу. Не нужна, найдем лучше, краше, замечательней. Вот эту заберем, с Майклом познакомим. Или вот эту. Короче, какую-нибудь у Ричарда много знакомых. Ричард поделится, если что, со своим учителем китайского. Думаю, это не будет большой проблемой для него. Так. Следующее у нас будет... Что у нас будет? Олдер Махмуд, Янгер Умэн. Старый Махмуд, молодая женщина. Уф. Звучит уже интересно, потому что с Махмудом истории, я знаю, какие связаны еще с первого эпизода. Там вечно Ричард предлагал продать... То продать девушку Махмуду, то, чтобы Махмуд заплатил, и девушка там жила у него на попечении. Короче, с Махмудом будет весело эта инфа сотка. Хорошо. Давайте на этом мы закончим. На сегодня я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на Телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Также у нас есть группа ВКонтакте. Переходите, тоже ознакомьтесь, буду рад вас там видеть. Ставьте лайки, комментируйте, и увидимся в следующем эпизоде прохождения Супер Сайдусер 2 и в других играх. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok